Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полёта», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут её сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. Сегодня у нас в гостях Сева Новгородцев. Сева, приветствуем вас. Добрый вечер. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Станислав. Добрый вечер. Наши эфирные координаты всё те же. Работает чат Ютьюба. Также все основные наши мессенджеры привязаны к номеру 7495-970-4545. Чрезвычайно рады вам. Три года назад мы с вами уже в этой программе были. Говорили о том, о сём, о детстве, о Би-Би-Си, о джазе, о добрых молодцах, о мореходке, о бушхаусе. А теперь вот славным летом 2020 года и до юбилея добрались. Мы вас поздравляем. Большое спасибо. Как в этом году с вашими традиционными юльками на фоне коронавирусных ограничений? Ну, у меня была такая сомнительная шутка. Я поднял тост однажды на очередном собрании и говорю, что почти 30 лет назад группы товарищей узурпировали мой день рождения. То есть, другими словами, почти четверть века моего родного дня рождения, семейного, не было. Оно было отдано общественности. Но если говорить серьезно, то я, конечно, колоссально благодарен вот этой группе энтузиастов, которые своей деятельностью, в общем, изменили курс моей жизни и весь профиль моей деятельности. В этом году июлька была дистанционная через приложение модное Zoom. Но поскольку там зарегистрировалось больше 300 человек и весь центр управления полетом был где-то в Екатеринбурге, то приходилось накапливать желающих в некой виртуальной приемной, а потом их выводить в эфир по одному. Ну, сами понимаете, при, так сказать, славянском складе мышления это получилось довольно хаотично. Но, в общем, было довольно душевно и мило. Вы нам рассказывали, что оселье в Болгарии, это еще три года тогда назад было, сейчас уже обосновались там плотно. Судя по вашему фейсбуку, сельскую жизнь такую, пасторальную практически идете. Но она даже не сельская, она такая лесная, потому что мы живем в курортной зоне, в заповеднике, где какое-то количество мелких местных гостиниц построили, а больше ничего строить вроде бы не обещают. Поэтому мы же купили квартиру в довольно большой семейной гостинице, часть которой как бы для приезжих, а одно из крыльев гостиницы – это вот квартиры. Ну, вот мы там и живем, вот уже пять лет, поэтому выходим как бы в окрестные леса и луга, здороваться с оленями, там, кормить собаку. У нас есть такая полусемейная собака Джерик, которая живет там, вокруг дома бегает. Ну, вот так вот и живем. А, не знаю, есть какое-то ощущение, что вы дома, вот вы долго прожили в Лондоне, вы были в Италии, вот как сейчас себя чувствуете? Или вот вам, в принципе, не знаю, с какой-то степени непринципиально где жить, главное, чтобы было комфортно? – Мы на протяжении многих лет с супругой выезжали в разные страны путешествовать, и все время была такая одна шутка, что вот, Лёля, как я говорю, вот здесь на пенсию можно было бы выйти. И выяснялось, что почти во всех европейских территориях такого желания не возникало, потому что Европа, в общем, страна относительно небольшая по территории, и где бы мы ни были, в Испании, в Италии или еще где-нибудь, ограниченность пространства всегда давала себя знать. И мы, собственно, и в Болгарию попали, потому что я последние месяцы работы на BBC, в минуты свободные от журналистского труда, залезал в Гугль и с высоты спутника смотрел на какие-то районы Европы. И вот тогда я обнаружил, что на юго-западе Болгарии, на границе с Грецией, есть огромный лесной массив, ну, я не знаю, сколько он там, квадратных километров, но, в общем, там спокойно можно партизанскую войну вести, потому что никого совершенно там нет, потому что это Родобские горы, труднодоступные места, и, в общем, это и болгары, и греки держат как заповедник. — Скажите, а какие-то артефакты из своего советского, может быть, прошлого, из британского прошлого с собой перевезли? Или избавляетесь от вещей? — Нет, ну, мы загрузили, у нас было, не знаю, сколько там, 12 кубометров вещества, потому что мы же переезжали, и перевозная фирма нам насчитала эти 12 кубометров, и мы за эти 12 кубометров и платили. Но, как выяснилось, из каких-то щелей в последний момент какие-то тряпки, там, штуки, книги, не знаю, короче, 13 кубометр мы загрузили в свой семейный автомобиль и поехали через Европу на новое место жительства, ехали с остановками месяц, там, заехали на фестиваль в Черногории, еще куда-то еще, и, в общем, через месяц прибыли, это был октябрь 2015 года с 13 кубометром. А 12-й прибыл как раз почти в тот же день. И когда мы пришли, это все уже было на складе, там, кучами сложено. Еще слушал тут, просто не хочу возвращаться к вопросу о решении, потому что вы тогда нам рассказали, конечно, это было решение об эмиграции. Вашу книгу «Настоящий джентльмен», которую вы выкладываете на SoundCloud, там вы описываете встречу с Виктором Суворовым, который говорит, знаешь, все в нашем деле, либо вовремя, либо никогда. Вот мне бы хотелось узнать, в вашей жизни, что оказалось как никогда вовремя, о чем вы сказали? Нет, Сева, никогда. Насчет никогда не знаю, но вовремя, да, я согласен. Знаете, в чем дело, из-за чего еще эта Болгария возникла? В Лондоне нервозная обстановка создалась в последние годы. То ли из-за перенаселения, то ли из-за того, что страна большая, успешная, демократическая, требует много денег, а деньги эти собирают различные государственные и общественные организации. Поэтому там под штраф попасть вообще ничего не стоит, если машину не там поставил. Или какие-то получить мелкие преследования за то, что опоздал с уплатой местного налога, ЖКХ там, в общем-то, во все это известно. Но, короче, как пираньи там растаскивают твою зарплату со страшной силой в разные стороны. И вот этот постоянный как бы фоновый стресс, он, в общем, на меня действовал, как выяснилось потом. Потому что общее нервозное состояние плюс работа. Вы знаете журналистскую работу, радиоопоздание не понимает. Нужно все сделать вовремя и четко. И так вот изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Ну, не знаю, карандаш-то же стачивается. А уж и журналисты, и тем и подавно. 43 года назад, да, вышел ваш первый выпуск музыкальной программы на BBC. И регулярно в эфир он выходил 27 лет. Правильно я понимаю? Ну, что-то вроде этого, да. Много. Скажите, что пришло и что ушло вместе с радио в вашей жизни? Ну, вместе с радио в мою жизнь пришла дисциплина труда. Необходимость каждую неделю писать сценарии своих этих рок-передач так, чтобы там было что-то слушать. Для того, чтобы там был какой-то душевный посыл, информационный объем и так далее, и так далее. У меня, я вам уже, наверное, рассказывал три года назад, еще с гастролей остался такой комплекс джазмена, сидящего в оркестре на сцене. Вот мы приезжали там с огромным джаз-оркестром в какой-нибудь провинциальный город, где ничего особенно не происходит. Поэтому первые три ряда занимает там местная знать, там чиновники. Они пришли не потому, что им джаз захотелось послушать, а потому что в городе ничего не происходит, и на всякое событие откликаются все. И вот эти вот чиновники сидели и с пустыми глазами слушали наше грохотание барабанов, труб и тромбонов. И вот этот синдром я окрестил для себя как стеклянные глаза. И вот мне не хотелось, чтобы в моем эфире вот эти стеклянные глаза появлялись. И поэтому интуитивно я пытался или задействовать свою аудиторию, расположив к себе или к передаче, или просто создать обстановку, при которой мы просто хорошо сидим и нам всем интересно и весело. Но это требовало от меня человека совершенно другого поколения, потому что я свою аудиторию обгонял минимум на одно поколение. Включение вот в эту молодежную энергию, в бесшабашность, в некое такое отрицание мелких правил. И вот это мне давалось довольно тяжело, потому что все эти шутки-минутки, которые я сочинял более четверти века, ну, отнимали вообще достаточное количество крови. Мы, кстати, нашли, да, по-моему, первый, если сейчас уточните первый ваш выпуск. Тут самый первый июньский эфир 77-го года. Давайте послушаем фрагмент, с вашего позволения. Добрый вечер и привет из Лондона. Сегодня речь пойдет о самых популярных пластинках недели, как здесь, в Англии, так и в Соединенных Штатах. Популярность пластинки определяется не жюри и не критиками. Она решается за прилавками магазинов. Чем больше покупают какую-нибудь пластинку, тем больше у нее шансов оказаться наверху списка. И если песня опустилась на 20-е место, как, например, эта, это вовсе не значит, что она стала менее популярной. Ее просто меньше покупают, она уже у всех есть. Американский певец и композитор Стиви Вандер и песня «Сэр Дюк» на 20-м месте в Англии и на 3-м в Соединенных Штатах. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что, собственно говоря, рок-пассив появился позже. То есть это не сразу так программа же называлась. Ну, конечно. У меня к вам вот какой вопрос. Вы рассказывали, что предложение пойти работать на BBC поступило к вам, когда вы еще были, по-моему, в Италии. Вот над этим предложением вы раздумывали? Ведь вы же не были журналистом, да, то есть опыта вот такого не было. Или вы так, да, вот получится и получится. Не, я дня три размышлял, но у меня первая супруга, моя галочка, татарская красавица, очень практичная женщина. Она, собственно, меня и за границу вывезла, потому что я не собирался уезжать. И она же сказала мне «нефиг, нефиг, иди сдавай экзамен». Я вот поехал в Рим сдавать, вступить на экзамен. Там надо было сдать языковой минимум, прочитать чего-то в микрофон, чтобы они слышали, какой голос. И что-то такое написать, чтобы понятно было, что слог более-менее связанный у человека. Тест я сдал, но не блестяще, ничего выдающегося не было. Ну, как бы проходной балл набрал. И вот так состоялось все это дело. Но размышления были в течение трех дней, я думал, никогда политикой не занимался, и чего мне там на вражеском голосе делать. Но надо сказать, что с политикой так на вражеском голосе и не сложилось. Потому что, ну, года два там или полтора я был рабочей лошадкой, потому что нужно было прийти на работу, тебе редактор давал какой-то текст на перевод, ты его переводил, шел в студию, либо записывался, либо живьем читал его в эфир. И так продолжалась эта карусель. Но потом увидели люди, что я не предрасположен к политической вот этой радиодеятельности, и постепенно меня перевели в отдел тематических передач. И, собственно, вот это рок или поп-программа из Лондона, программа поп-музыки из Лондона, она, собственно, была продолжением всей этой тенденции. Мне было смешно слушать собственный голос. Я его называю, так озвучивали в мультфильме, роль Бурундучка. Здравствуй, ребята, я такой вот весь Бурундучок. Но дело в том, что это был осознанный выбор. Я говорил близко к микрофону, на расслабленных связках. Почему? Да потому что вся официальная часть звучания советского радио была построена на школе, не знаю, там, театральной Станиславского Немировича Данченко. Все проектировали голоса и говорили четко, с посылом. И из-за этого все радио звучало несколько бесчеловечно и чугунно. Я их называл чугунные голоса. И вот в противопоставлении я предложил вот свой какой-то такой салонный, я не знаю, задушевный голос Бурундучка. Ну, вот так вот и постепенно было. А потом постепенно мне, так сказать, аудитория подсказала, что надо проецировать больше, что драйва было больше. И отсюда пошла другая школа. И драйв, безусловно, появился. Скажите, а вот на старте этих программ вы имели представление о той аудитории, которая будет вас слушать? Потому что на пике, по некоторым данным, там было до 25 миллионов кто-то подсчитал. Да. Но вначале это была совершеннейшая темнота. В черной дуру вещал, и никто ничего не знал, слушать там кто-то или нет. Впервые я столкнулся с неким отзывом, по-моему, году в 79-м, то есть года два спустя после начала вещания, мне попал в руки белогвардейский журнал «Посев». И корреспондент его побывал в Советском Союзе и писал статью о состоянии молодежи. Или там о состоянии жизни вообще. И там была одна фраза, что «Ну, а молодежь? Молодежь, конечно, слушает Севу». Но я и понятия не имел, что это имеет там какое-то распространение. И только потом уже, вернувшись в Советский Союз летом 90-го года, сначала мы были в Киеве со всей нашей конторой BBC, вели оттуда вещание из парка в целую неделю. А потом я приехал на июльку к своим фанам в июле 90-го года. Только тогда я понял масштаб произошедшего, но уже было поздно. А число писем, приходивших на ваш адрес, оно не убеждало вас в том, что здесь какая-то лавина? Лавина поклонничества, если хотите, творится. Ну, письма пошли позже. Первая передача по письмам была, по-моему, в октябре 79-го года. Но письма были поначалу небольшим ручейком шли, потому что они шли через третьи страны. Народ отправлял ребят, отправляли их через знакомых студентов, скажем там, кубинцев, поляков, сирийцев, албанцев. Разные люди у нас тогда учились. И они увозили их письма, опускали их за границей. Ну, кто как исхитрялся? У меня было письмо даже в коллекции, пришедшее через бутылку. Кто-то выкинул в бутылке письмо у берегов в Даниле. Да, честно говорю, в Дании на пляже кто-то эту бутылку подобрал, вынули письмо, и там было написано, ну, как на деревню дедушки, знаете, «Би-би-си, севнов-коротцев». Ну, и поскольку знали в Дании, что Би-би-си в Англии, послали в Англию. Пришло на общую почту. Там разобрались, отдали кириллицу в перевод. И, значит, ну, решили, что, видимо, это всемирная служба. А на всемирной службе сказали, да, это, скорее всего, русская служба. Ну, и так это письмо попало ко мне. Но этот факт совершенно непреложный. И невероятная история. Да, я помню, когда я его выводил в эфир, я сказал, что не знаю, сколько болталось это письмо по морским волнам, но, судя по сильным политическим выражениям, оно было брошено в воду после октября 1917 года. Там же были какие-то еще истории, что люди как-то что-то в комсомольской правде, что-то вырезали. Какие-то, вот для меня это вообще не уму непостижимые пути, как можно было отбрать письмо. Да, тогда американцы при Рейгане создали программу звездных войн. И этой технологии в Советском Союзе, как я понимаю, не было. Короче, по этому вопросу наверху весьма нервничали. И ответом асимметричным стало письмо президенту Рейгану, которое было вручную, как бы, ручным шрифтом напечатано в газете «Комсомольская правда» и, по-моему, других тоже. Нужно было это письмо вырезать, подписать, положить в конверт и отослать президенту Рейгану. Но паренек один из соснового бора, Сергей, сейчас не помню его фамилию, ему 14 лет было. Он сразу сообразил, что нужно делать, точь-в-точь скопировал вот этот рукописный шрифт, старательно, видимо, выводил каждую букву, и начиналось письмо так, латинскими буквами, соответственно. «Dear Mr. President», и дальше «Привет, Сева, времени мало, шутить не будем», и так далее. Короче, он написал все, что ему было нужно, я его просьбы выполнил, но пример этого парнишки из соснового бора подхватили потом, и письма эти пошли. Вы должны понять механику процесса, потому что у нас при каждом почтямте сидела группа перлюстраторов, в общем, короче, люди, которые следили за прессой, за письмами. И это письмо стандартное, напечатанное в «Комсомольской правде», естественно, пропускали просто по отмашке. Там не надо было в него вчитываться, потому что ясно было, что это государственная или комсомольская компания. И вот под эту лавочку ко мне проникло тогда, я не знаю там сколько, ну, несколько десятков писем. Вот так вот «Комсомольская правда» открыла канал связи с Севой Новгородцем. Кстати, не забывала вас «Комсомольская правда». В 1984 году вышла публикация, наверное, вам известная, там вас называли «барбароссы рок-н-ролла». И очень жесткими словами. Вы осознавали, что по линии партийной, по линии комсомольской, пропагандистской, здесь идет какое-то сопротивление. До вас доходили эти сведения, эти автошоки, если хотите? Или вы работали, не озираясь на эту, ну, скажем так, подкованную с политической точки зрения аудиторию? Моя основная обязанность и моя основная ответственность была, конечно, перед своей публикой. Мне надо было каждую неделю их душевно подпитать, я их мысленно себе представлял, все эти глаза, обращенные ко мне. Но фактически подтверждение ко мне поступило только в 2005 году. Мне дали премию «Радиомания» там по совокупности заслуг, я ездил в Москву. И еще это было в гостинице «Россия», в этом концертном зале, который потом разрушили. Отличное было помещение, кстати. И вот Любимов, молодой там ведущий всех этих знаменитых ваших телевизионных передач, мне в кулуарах признался, что решение о создании их программы телевизионной было принято на уровне ЦК, чтобы противодействовать этому тлетворному влиянию, значит, с BBC, ну, короче, речь шла обо мне. Так что я понял масштабы происходящего, если ЦК какую-то скромную поп-программу обсуждает на государственном уровне, то масштабы, видимо, этого были впечатляющие. Как вы думаете, на сегодня время радио, пусть меня никто не услышит, оно не уходит случайно ли? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что мои старые радиопривычки остались. Я слушал зарубежные голоса, заграничные, когда жил в Советском Союзе, и продолжаю слушать это здесь, только с другим вектором. Мои теперь зарубежные голоса приходят в основном из России. В частности, на моем мобильном телефоне целый список радиостанций, которые я по ночам, особенно если не спится, включаю друг за другом. И эхо Москвы, естественно, там есть. Есть еще радиосвобода, ну, и целый ряд английских радиостанций. Но, в общем, господа, я вас мониторю, так что имейте в виду. А музыкальные волны – это прежде всего какие направления? Я музыку не слушаю. Я теперь как Чукча, который не читатель, а писатель. Я звуки издаю, но я их не потребляю. Потому что мне очень много приходится впитывать нового для того, чтобы, ну, я не знаю просто. И поэтому, когда я слушаю, предположим, музыку, иногда включаю какой-нибудь музыкальный канал, то минут уже через пять мне начинается внутренняя душевная чесотка. Я, видимо, где-то в другом месте что-то пропускаю. Какие-то факты пролетают или я что-то не успеваю узнать. Поэтому музыку просто так слушать я уже вряд ли смогу. Но я и звуки издаю. Я играю там утром «Час на флейте», свою студенческую классику. И если мне в Фейсбуке попадаются какие-то джазовые клипы из моей молодости, я, конечно, их с удовольствием смотрю. И иногда даже с влажными глазами. Легендарный, без преувеличения, радиожурналист Сева Новгородцев. Сегодня гость программы «Разбор полета» на Эхе Москвы. Ведут ее Марин Максимова и Стас Крючков. Мы вернемся в эту студию после новостей и рекламы. Разбор полета. В этот вторник после 11 утра слушайте интервью с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана России Паладом Генгель Адуи. Эфир ведет Максим Курников. 22.30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Самолет авиакомпании «Победа», совершающий рейсы из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске. Как сообщил ТАСС, источник авиакомпании, причиной стал дебош на борту. Скандал возник, когда пассажирка нарушила правила безопасности и дважды закурила в салоне, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, и командир экипажа принял решение о вынужденной посадке. Нарушительницу в Петрозаводке ожидают сотрудники полиции. В Самаре на месте пожара на складе лакокрасочных изделий выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Роспотребнадзор рекомендовал жителям пяти районов закрыть окна и использовать системы кондиционирования. Пожар охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров, площадь самого склада 21 тысяча. К тушению привлечены два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МинЧС. Погибших и пострадавших нет, прокуратура уже начала проверку по факту возгорания. Верховный суд Ингушетии запретил деятельность Ингушского комитета национального единства, в котором состоят лидеры протестов против новой границы с Чечнёй. Об этом в медиазоне рассказали в мемориале. Прокуратура ещё в январе подала иск с требованием запретить работу организации, указав, что у объединения нет адреса устава и отчёт об использовании имущества. Против лидеров протестов возбудили дело об организации экстремистского сообщества и участии в нём. С 15 июля для ближайших в Россию отменят обязательную двухнедельную изоляцию. Как следует из постановления главы Роспотребнадзора, приезжающие должны будут иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее, чем за три дня до прибытия в Россию. Или в течение трёх дней сделать такой тест на территории нашей страны. В Москве этой ночью 15.17, завтра днём 19.21 ожидается сильный дождь. Александр Хлимов, служба информации «Эхо Москвы». Не знаю, может, мы тогда не будем «Майвэй» давать? Как хочешь. Слушай, мы, наверное, не будем тогда «Майвэй» давать. Я просто говорю, мы не будем «Майвэй» давать. В конце только ставим вот это вот то, что... Все, сейчас ещё 40 секунд рекламы, и мы начинаем. Да, да, да. Это мы в самом конце поставим, да. Глава экспертного совета АСИ, Глеб Кузнецов. В круге света, во вторник, после восемь... А это где-нибудь будет... А это будет ближе к концу, да, вот это вот? В 55.30 примерно мы должны будем её дать, потому что там звучит, и мы ещё анонс. Где-то вот так. Есть неуязвимый факир Юрий Гусман и неуязвимый кавалера Юрий Кабаладзе. Эфир ведёт, но ради вошли, не бойся, не спать. Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное видят. Разбор полёта. Продолжается программа «Разбор полёта». И здесь Стас Крючков, Марина Максимова. У нас в гостях легендарный радиоведущий Сева Новгородцев. Знаете, здесь у нас слушатели, зрители пишут, для меня Сева Новгородцев открыл там, Франки едет в Голливуд. Для меня вот эту группу, эту группу, эту песню. Здесь целый прям гигантский список. Все вспоминают. Вы во многих интервью рассказывали, что для вас музыка, ну вот, по крайней мере, до BBC, да и сейчас вы с большой теплотой отзываетесь о джазе, блюзе. А как в вашей жизни появился рок? Да, ведь это же рок-посева. Я играл в оркестре Байнштейна. Джаз оркеса был такой, который в конце 60-х из танцевального зала наконец перешел на большую сцену. Но у этого процесса была цена, а именно многочисленные худсоветы. Сначала нас долго не пускали на эту сцену. Мы целый год, 68-й, провели, сдавая 11 худсоветов дирекции Лен-концерта. Каждый раз нас заваливали. Но, надо сказать, платили ползарплаты, и мы продолжали репетировать. Но потом, когда мы вышли на сцену, начались всякие вливания и пристегивания идеологически выдержанных номеров. Какие-то советские певцы появились у нас, какие-то танцоры, в общем, всякая такая чушь. Короче, количество компромиссов художественных, артистических стало таким, что потом уже перестало для меня всякий иметь смысл играть в джаз-оркестре, потому что там от джаза вообще рожки до ножки остались. Но я пытался с этим процессом бороться, и у меня были знакомые ребята, некоторые из которых были моими учениками. Один на кларнете учился играть. Они создали в Автово группу, Автово 69, по-моему. Потом из них и выросли эти добромолодцы со временем. Но тогда они еще были просто первые такие питерские поп-музыканты. И мы придумали для них вставной номер. Они вместе с джаз-оркестром пели три песни у нас в концерте. Я им простенькие оркестровки написал. В общем, была такая форма симбиоза. Но они поработали некоторое время и ушли, потому что денег мало и вообще, что там три песни делать в концерте, они уехали куда-то в Читу зарабатывать там от местной филармонии большие деньги. И проездив год с лишним, в общем, опять вернулись как бы ко мне, обратились ко мне и через своего администратора пригласили меня стать руководителем. Но не в смысле музыки, а как бы общее руководство. Им захотелось попасть в Москву или в Питер из этой Читы. Ну и, в общем, я тогда, собственно, и решился уйти из оркестра Вайнштейна, потому что там был такой тупик уже музыкальный. И вот так начался мой путь в поп-музыке, в рок-н-ролле. И за время наших совместных гастролей, больше двух или почти три года, а может даже больше, я, естественно, общаясь с ними, всю эту поп-науку от ребят перенял. И поэтому, когда я попал на BBC, у меня базис для моего возраста был довольно хороший. То есть я был продвинутым человеком, уже знал достаточно много для своего 37-летнего возраста, будучи джазменом. И так вот и началось. А потом этот процесс продолжился, потому что по мере эволюции поп-музыки, естественно, я все больше и больше там чего-то черпал, с начала 80-х пошла уже рок-литература. То есть журналисты уже начали писать книжки про известные группы и делать исследования. И вот эту всю литературу я мгновенно скупал для своих целей. И на основании этой подчеркнутой информации, то, что другой никакой не было, интернета, соответственно, еще не родилось, вот делала все эти свои радиопередачи, а меня направляла в свою очередь аудитория через письма, через дружескую критику, или иногда даже не дружескую, через советы и так далее, и так далее. Поэтому это был процесс двусторонний, и меня аудитория сформировала так, что вот этот продукт, получившийся рок-посева, и да и название тоже народ придумал, это было как бы результатом совместной нашей какой-то деятельности. Скажите, ну, быть подкованным знатоком рок-н-ролла – это одно, а стать рок-н-ролльщиком в душе – это другое. Вы все-таки человек джаза или стали рок-н-ролльщиком в душе для себя? Ну, вы знаете, я во всех профессиях существо синтетическое. Я в Горофе профессия, много лет на BBC писал журналист по неволе. Ну, то есть я попал в журналисты, ну, надо соответствовать. Ведь у нас весь набор конца 70-х годов на BBC был нежурналистский. Тогда политику BBC, когда идеальным кандидатом является профессиональный журналист, знающий английский язык, имеющий профессиональные связи, суждения и так далее, таких людей просто не было, потому что советские журналисты за границу не уезжали. И поэтому набирали тогда из тех мест, где эмигранты водились. Скажем, меня набрали из Италии, но почти весь набор там 77-78 года на BBC был из Израиля. Вот Алексей Леонидов, там ведущий джазовой передачи, который меня на BBC, собственно, и привез, вот его из Израиля набрали, там Зиновий Зинник, там многие известные люди набирались оттуда. Но у них профессии-то были совсем другие. Алексей Леонидов был мастер спорта по прыжкам в высоту, выпускник Института Лесговта, составитель первого англо-русского и русско-английского спортивного словаря, рассыпанного в связи с отъездом автора в государство Израиль, ну и так далее. У нас там были люди от бывших манекенщиц дома моды до инженера-специалиста по напряженному железобетону. Был настоящий доктор, например, к которому можно было подойти и проконсультироваться по поводу сегодняшней боли в пояснице. Это же так удобно. Ну, конечно, вообще чудесного. Но эти люди учились ремеслу журналистики на месте, прямо понимаете. И поэтому для меня BBC 80-х годов до 91-го года, до всех этих событий, является как бы идеалом, потому что туда пришли люди с жизненным опытом, с профессией и с пониманием своего предмета. Скажем, доктор так уж вел свою медицинскую программу, ведь у доктора голос был поставлен специально медицинский, от которого больному становилось лучше. Он приходил и говорил, ну как вы сегодня, Эдик Ачегавия, красивым баритоном. Ну и так далее. Поэтому был такой паноптикум. Ну и я влился туда, как бывший штурман или саксофонист джазовый. Учился вместе со всеми этой профессией. Скажите. Да. Поэтому был человеком синтетическим и там, и здесь, и там. А вот эти жесткие стандарты BBC, все-таки соблюдение их требовалось? Потому что, ну сейчас много говорят о фейк-ньюз, да? Но ведь история рок-н-ролла, которому были... Ну и поп-музыки хорошо, это сплошное мифотворчество, когда, ну, множество легенд ретранслируется, передается, которые перепроверить нельзя ни из одного, ни из двух, ни из десяти источников. Ну просто вот это так повелось, да? Так считается, такое мнение распространено. Вы каким-то образом испытывали на себе вот это давление со стороны администрации того радиоканала, на который пришли? Давления не было, но конфликты были. В начале 80-го года, когда стало понятно начальство, то, что меня какое-то большое количество народа слушает, они заинтересовались и стали смотреть мои сценарии. А у меня начальница тогда была английская аристократка Мэри Ситтон-Вотсон. Старая дева, вообще владелица поместья с лошадями там в яблоко и так далее. Понятно, что и мои шуточки, рассчитанные на рабочую молодежь, не только были непонятны, это вообще были слова из какого-то другого света. И она многое мне черкала. А вы знаете, чтобы сочинить концептуальную шутку, хохму новую, которой еще никогда не было, ну у меня уходило до восьми часов работы, потому что садился я за амбардную книгу, там выписывал все, что в голову придет, и иногда там после часа такой работы какая-то искра где-то проскакивала, которую надо было развивать дальше. Ну и мне, конечно, это было неприятно, и в общем я как бы слегка злобу затаил и стал писать так, чтобы она не понимала моих этих хохм. Поэтому шутки стали более тонкими, более между строк, но в общем да, вот такой конфликт был. А что касается информации, то я в лучших традициях Би-Би-Си всегда имел перед собой какую-то ссылку. Поэтому мне нравились книги, там о рок-группах. Если автор даже и наврал, то я ссылаюсь на автора. Потому что известно, что это было какое-то английское издательство, есть автор, поэтому ответственность за соответствие фактам действительности на них лежит, а не на мне. Ну и всегда ссылался на газеты, от себя, от себя тяну никакой не гнал. Так что все было абсолютно в рамках Би-Би-Си. Я вам скажу больше. Я, например, о русском роке ничего не мог говорить, потому что не было надежного источника. И только когда лихая Джоанна Стингера из Калифорнии приехала в Питер, связалась там с аквариумом, с кино и с прочими группами, вывезла на себе какие-то ленты и издала сейчас уже ставший легендарным альбом «Красная волна» в Америке, и этот альбом попал ко мне, то тут уж я, конечно, оттянулся по полной, потому что в рамках Би-Би-Си у меня была ссылка, у меня был отсыл к какому-то американскому калифорнийскому музыкальному издательству, ну уж оставим за скобками там, каким образом все это туда попало, которое издало это все в Америке, я, соответственно, мог ссылаться на это, и так я сделал четыре больших передачи о каждой стороне альбома, и, в общем, это тогда выстрелило довольно сильно. У вас, как раз я хотела спросить, как к вам попал, и попадал ли русский рок, а у нас как раз недавно тоже в эфире был Артемий Троицкий, я так понимаю, что вы с ним интервью тоже делали, так вот, Артемий Троицкий считает, например, Свердловский рок ненастоящим, то есть это вот Наутилус, Агата Кристи, значит, Чаев, у вас есть какое-то деление на вот то, что рок и что нерок? Что настоящий, что не вполне. Артемий Троицкий критик, критик с большим стажем, с большим авторитетом, человек, который продолжает учиться музыке до сих пор, я натыкаюсь на его передачу на радио «Свобода», «Музыка на свободе», где он постоянно исследует то, что происходит сейчас на поп-сцене, мне такой подвиг было бы не одолеть, я вам скажу честно, потому что музыка потеряла свой, как бы, философский и социальный смысл, вот то, что он передает, и мне бы это слушать и передавать, тем более, было бы ужасно скучно. Второе отличие наше, что я не критик, а я из бывших музыкантов, а музыкант музыканта никогда критиковать, как правило, не будет, потому что музыканту понятно, какой труд, какая самоотверженная отдача ушла в то, чтобы этот человек пальцами там перебирал по гитаре и так далее. Тебе, может, это не нравится, ты можешь с этим не соглашаться, но тогда просто не слушай, это не твое. Поэтому я никогда музыкантов никогда не делил, ни в какие категории не загонял, я вот как американский индейец, который кому-то сказал, услышав ненравящиеся ему слова, я тебя не слышал. А вот что касается подборки музыки именно для передачи, вы сейчас сказали, что ваши сценарии иногда критиковали, критиковала ваша начальница за то, что ей там какие-то шутки не нравились, а что касается подбора композиции, вот на это как-то влияли или были какие-то... Нет, нет, никакого совершенно вмешательства, но тут я тоже по-бибисейски действовал, я опирался на существующие, на BBC издаваемые списки популярности, так называемые чартс или чарты, которые сейчас в России называют, но из них просто я выбирал то, что подходит к нашей аудитории, скажем, наша аудитория никогда детройтский рок-н-блюз, ритм и блюз не любила и не слушала, русскому человеку подавая мелодию, желательно широкую, желательно с героическим подтекстом, поэтому, когда пошел тяжелый металл с его эпическими запилами на гитаре, то это было как раз вот оно самое наше, родное, славянское, вот, но поскольку я выбирал из чартов Би-Би-Си, то никаких вопросов ко мне совершенно не было, в этом смысле, да. Что касается подбора музыки, понятно, да, есть возможность ориентироваться на те самые чарты, а что касается творчества вот этих самых шуток-минуток, ведь, будучи оторванным территориально, да, и находясь за железным занавесом, чувствовать юмор, присущий своей аудитории там, в Советском Союзе, ну, довольно проблематично, вот, какими интенциями здесь выпитались? Советский Союз для гастролирующего эстрадного артиста или джазмена был территорией довольно враждебной, во-первых, у нас была главная проблема на гастролях не отравиться, потому что в столовых и кафе варили такое, что ой-ой-ой, ну, у нас было целый ряд шуток, там, кафе «Изжога», например, было знаменитое, вот, и, кроме того, еще стилистически, конечно, то, что мы играли, было особенно в провинции воспринимаемо в штыки, поэтому любой оркестр или ансамбль был стиснут вместе, как внутри атомной бомбы, вот эти радиоактивные частицы, просто под колоссальным давлением, и музыканты поддерживали друг друга бесконечными какими-то хохмами, шутками, подколами, добрыми такими, и поэтому я много лет провел в этом музыкантском климате, ну, конкретнее 12 лет, когда люди, чтобы не впасть в депрессию, в какую-нибудь там холодную сибирскую гостиницу с жуткими сквозняками, с плохим светом, как-то друг друга все время поддерживали, и у нас создался целый такой музыкантский фольклор, я им запасся в таких объемах и в таких количествах, что мне для моих там шуток как бы подспудного материала хватило на следующие 20 лет, а потом уже началась обратная связь, письма, и поэтому я был в курсе эволюции юмора в отечестве. У вас на самом деле целый кладезь историй таких, наши слушатели, кстати, сейчас многие вспоминают ваши вот эти рок-посевы, не знаю, может быть, не все знают, но у вас же была еще иная работа, да, вы были, как вы рассказывали, консультантом в голливудских фильмах некоторых, и я знаю, что у вас есть какая-то забавная очень история, связанная с песней Франко-Сенатора «My Way», что это за история? Да, в 84-м году я BBC покинул, стал нештатником, потому что халтуру стало мешать работе, я снимал какой-то забытый уже всеми фильм под названием «ГУЛАГ», и был консультантом, и там на съемочной площадке бродили какие-то тысячи этих экстраз или статистов, одетые в живописные тряпки, взятые за огромные деньги у прокатчиков. Короче, без моей отмашки режиссер кадр не начинал, и вот истекают мои выходные дни, какие-то отпускные, и мне начальник говорит, возвращайся на работу, я говорю, я не могу, у меня съемочный день стоит 150 тысяч долларов, я не могу подводить режиссера, он говорит, ничего не телефон, и американский голос поставленный говорит, у нас компания называлась Russian Roulette, я говорю, да, он говорит, у нас проблема, значит, фильм называется Супермен 4, начинается кадром советской космической станции, идет ремонт, и вот там случается конфликт, и Супермен прилетает всех спасать, но в момент ремонта советский космонавт поет себе в шлемофон песню My Way, соответственно, по-русски, у нас проблема, я говорю, в чем же проблема, он говорит, слова английские написал Поль Анка, я говорю, да, я знаю, но вот Поль Анка запросил огромные деньги, а так разрешение не дает, мы тогда обратились к оригиналу, я говорю, как вам оригинал, он говорит, это французская песня вообще-то, Comme d'Abitude называется, как обычно, и мы французский перевод отдали в агентство, и вот нам пришло, но это в песню как-то не влезает, и прислали мне этот текст, и там действительно он говорит, каждое утро, как обычно, я встаю, кушаю булочку с теплым кофем, как обычно, целую тебя на прощание, как обычно, ухожу тихо, чтобы не разбудить тебя, как обычно, ну в общем, чушь, конечно, полная, но вот это вот изнанка американская охрана авторских прав, но я тогда обратился к знакомым поэтам, но у меня поэты, все знакомые были настоящие литераторы, там Игорь Померанцев, скажем, и он, конечно, такую заказуху делать не стал, это просто для него было ниже его достоинства, да может, и квалификации нет, короче, я в отчаянии сел, представил себе такого советского певца, который в героической позе стоит на эстраде, часто бывает даже обдуваемый вентилятором, и хор там сзади ему подпевает, и вот для такого чугунного голоса я написал такой текст, мой путь, он долгим был, но я б его прошел сначала, мой путь, он труден был, я шел вперед, мне было мало, порой я был неправ, я признаю без сожаления, я жизнь прожил бы снова без сомнения, но актер, который играл космонавта, был поляком, который выдал себя за блестящий, знающий русский язык, и вот, когда я пришел на съемки, мой поляк в космическом костюме висел на зеленом фоне, подвешенный на тросах, поскольку это космос, ему было тяжело, дышать нечем, и он пел в свой шлемофон мой путь, он долгим был, и яб, но яб, вот на этом яб, он споткнулся, и уже дальше ему было в съемок никак не двинуться, и вот прошло потом больше 15 лет, кто-то мне прислал ссылку на этот фильм, на Супермен 4, и я, посмотрев вот эту вот начальную эту вот секвенцию, увидел, что поляк все-таки выучил текст, и в конце концов его спел, так что я рассказывал о нем, может быть, не вполне правдиво, потому что поляк, но я его прошел сначала, в конце концов спел в свой шлемофон. Но зато потрясающе и красиво. Все, буквально пролетело, это час с вашего позволения еще один фрагмент из рок-посевов из 82-го года. Давайте под занавес послушаем сейчас. Давайте. Сева, Сева, Новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си. Добрый вечер, друзья. Наша сегодняшняя программа посвящена вашим письмам и заявкам. Но прежде чем мы начнем читать ваши письма, предлагаю вам очередной выпуск рок-хроники. Что-то с памятью моей стало то, что было не со мной, но... Восьмое марта. В далеком 62-м году в этот международный, но неизвестный в Англии, женский день, Битлз впервые выступили по радио Би-Би-Си в программе Teenage's Ten очередь подростков, исполнив песню Роя Орбисона Dream Baby. Продолжается поток приветствий министрам и генералам НАТО. Отдельные открытки из этого потока по недоразумению адресованы мне. Олег из города Пенза пишет мне тончайшим чертежным пером латинской кириллицей. Hello, Сева, как меня слышно? Ты, конечно, читал комсомолку от 27 января касательно Би-Би-Си и марша мира и протеста. Хочу сказать, что эта пропагандистская статья подорвала в моих глазах твой авторитет. Ведь мои точно такие открытки доходили, но обратно ни твоего фото, ни заслуженных альбомов я не получил. Чтобы разгладить мою тоску, проиграй для меня Last Train to London Electric Light Orchestra. Итак, наша программа подходит к концу. Как обычно, в заключении сыграем вам очередную загадайку. Напоминаю, что ответ можно выслать в трехдневный срок по адресу все новгородцев post-officebox 76 Strand Лондон. Итак, я оставляю вас музыкальной викториной, прощаясь до следующей недели. Всего вам самого наилучшего. Сева-сева Новгородцы Город Лондон Би-Би-Си Итак, несколько десятков лет, да? Более почти 30 лет. С какой периодичностью, кстати, выходила программа? Каждой неделе в одно и то же время. Для радио, как вы сами знаете, это очень важно. Есть условный рефлекс, слюна должна течь, когда зазвонил звонок. Последнее. Сева, вот есть периоды в жизни, которые врезались в память настолько, что вы говорите, золотое было времечко, а есть, когда вы говорите, то да сё, не совсем. для меня это очень опасно. Я живу только вперёд. Назад оглядываюсь, вот такие моменты, как в беседе с вами, когда возникают какие-то пласты из небытия. А так у меня какие-то программы, там свои секреты и прочее. Я живу только вперёд. Сегодня пласты из небытия в Рашиле Марина Максимова и Стас Крючков. Всего вам доброго. А гостем этого эфира был Всеволод Новгородцев, легендарный радиоведущий, наш соотечественник. Спасибо вам большое и до свидания. До свидания. Я анонс хотел дать. Для рекламы сейчас там что-то? Даже будет дикласс. Здесь я рекламу дал.